Добрый вечер. У нас сегодня в гостях депутат Чорко Генгеша Канвек Емманалиев. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. В парламенте сейчас несколько пакетов законопроектов готовится. 15 законопроектов в одном пакете идет. В одном пакете 15. Это в связи с коронавирусом, да? В основном, да. Процессентов на 90 – это посткризисный период. Как быть с нашей экономикой? Как можем поддержать малый и средний бизнес? Как можем легализовать имущество? Как можем в дальнейшем либерализовать экономики, упростить налоговую систему, чтобы минимум государства вмешивался в частный и средний бизнес? И вот какие основные там идеи? То, что можно было бы через месяц реализовать три вещи. Во-первых, это на электронную оплату налогов. Чему добился Мишустин. После этого они собираемость налоговой базы увеличили на 40%. И из тысячи предпринимателей только двоим переходит налоговый инспектор. Остальные в электронном режиме оплачивают налоги. То есть это нет повода для контакта. Второе – это электронные коммерции. То, что мы сегодня платим через карт, в будущем можно всю оплату через карт, это будет легализовать тиновую экономику. Масса денег, которые крутятся в бизнесе, в госсекторе, в тендерных документациях, будет проходить только через банкомат. Третье – по декриминализации экономики. Вот за нарушение налогового законодательства, мы их содержим в тюрьмах, колониях, и они через некоторое время попадают в амнистию, уезжают, строят резиденции где-то за рубежом. Надо бить по карману. Если он нарушил законы на 10 миллионов суммов, пусть платит 15 миллионов суммов, как принято в новых развитых странах мира. И четвертое – это по фискализации вообще нашей финансовой системы. Это даст дополнительное для бюджета, но инициатор этого законопроекта Ахлбеку Семес-Джапар говорит, в этом году даст 40 миллиардов суммов. Принятие только одного законопроекта. Я говорю, хотя бы наполовину, 10-15 миллиардов суммов. Вот как раз то, что надо сегодня для бюджета. А некоторые законопроекты касаются по лицензионным разрешительным системам. Мы хотим эту полномочию сейчас передать ассоциациям. Помните историю от Баши? Хороший инвестор, просто стратегический, на 382 миллиона долларов из Китая по логистике. И выгнали, но это же наши люди. Правительство не смог приехать, объяснить, убедить людей. Это мог стать одним из крупных логистических центров в Кыргызстане. Теперь мы вводим понятие стратегический инвестор. То есть их права, после того, как будет подписано соглашение, конечно, это соглашение будет проходить через парламент, правительство будет защищать интересы инвестора. Иначе к нам мало сомнительно, что инвесторы придут в ближайшие 2-3 года. Вкратце вот такие законопроекты, плюс эти же депутаты инициировали о создании свободной экономической зоны Арсламбаб. Туристические агентства мира провели опрос, какие бренды можно создавать для страны, образ страны. Например, Монголия известна как родина Чингискана, об этом знает весь мир. Соседние государства, Казахстан, мир известен как урановая добыча, родина урановая добыча. Примерно 60% от всего объема урановых месторождений находится в соседнем Казахстане. Провели опрос, исследовавшись по Кыргызстану. Я думал, что и Секуль будет. Нет, Арсламбаб, это мир, единственный реликтовый дикий лес, это Арсламбаб. Там 42 тысячи гектаров зоны. Пока они платят налоги где-то 2 миллиона 800 миллионов самов. 2 миллиарда? 2 миллиона нет, 2 миллиона платят пока для бюджета. Мы хотим отменить НДС. Если кто-то будет выкладывать на курортологии, на лечение, скажем, кумузалечению, на сервис, на отельный бизнес, налогом, хотя в ближайшие лет 20 не облагается. Тогда в Кыргызстане начнется реинвестиция. То есть, эти богатые, которые заработали деньги в Аше или Бишкеке, будут выкладывать там. И в туристическом бизнесе появится новый контент. Арсламбаб. А это же родина грецкого ореха. Из Греции можно пригласить. А из Македонии оттуда можно пригласить. Еще есть третья идея, еще не созрел. Исторический туризм. Вы, может быть, об этом хорошо знаете. В прошлом году вышла книга Катария, младшего брата действующего шейха Катара, Эмира. Он бывший министр экономики. Он пишет исторические книги об истории арабской цивилизации. И в одной странице пишет таким образом. Танасская битва. Это в 751 году. С того дня начинается золотой век арабской цивилизации. Почему? Ну, тогда же воевали арабы с Китаями. Если тогда китайцы победили бы, все страны Центральной Азии, наверное, приняли бы ислам. Буддизм. А почему исламское цивилизация начинается с Таласа? Потому что до битвы с китайцами арабы Коран набирали стеснением на коже. Не было печатной бумаги. Только после битвы победили арабы. Все народы Центральной Азии приняли ислам. И научились у пленных китайцев печатать Коран на бумаге. Это начиналось с Таласа в 751 году. И давайте сделаем это исторически мягкой. Сколько у нас исламский мир? Вот оттуда начинается цивилизация. Создание бренды. Как и в Византии, как и сегодня есть культурно-исторические центры мира. Это реально. Может быть, как историческая заповедческая зона мы примем законопроект. Надо снимать исторические фильмы. Кстати, по этому вопросу мы с катарцами ведем переговоры. С Саддак Шерниазом мы были в Катар-Кино. Они проявили огромный интерес. Но в связи с этим кризисом пока мы перестановили переговоры. То есть, есть несколько отраслей экономики, которые в будущем могут привлечь инвестиции. А вот сегодня мы говорим, денег нет в бюджете. Да, так оно и есть. Но столько рядом есть ресурсов, где можно привлекать инвестиции. Частоты. Здесь нужны специалисты. У нас около 5000 мегагерцев. Сегодня 3600 мегагерцев пустой. Это диапазон, да? Диапазон. Сегодня у нас на рынке 4-5 сотовых компаний. Пока монополистом является то, что мы называем Ошка. Они занимают примерно 200 мегагерцев. Тоже в таком же объеме Мегаком. На третьем месте Sky Telecom. На четвертом месте КТ-мобайль. Только Ошка, выиграв на конкурсе на правопользование, в 2014 году, когда Тимир Сареев был премьер-министром, заплатили бюджет 4 миллиарда 600 миллионов сомов. За воздух. За вот этот диапазон, да? Да, 15 мегагерцев. А в марте месяце 200 мегагерцев другой компании наши отдали бесплатно. Кто наши? Есть государственная комиссия по частотам по связи. Мне кажется, их задержали. Сейчас они находятся в СИЗО. Ну, пусть это идет своим ходом, как уголовный процесс. А эту же частоту, разделив, может быть, по 20, может, по 50, что необходимо для сотовых компаний, им виднее, можно выставить аукцион. И право на пользование можно продать. Год минимум 7-10 миллиардов сомов будет поступать. Вот в этом году, например, правительству стоило бы по двум направлениям собрать примерно 20 миллиардов сомов. Это фискализация экономики. Это даст минимум 5-10 миллиардов сомов. Но то, чтобы закон усилить, ускорить, и тендер, там компании должны, программные компании. И второе, по частотам. Вот с 1 сентября это спокойно можно пускать. Вот правительству меняется мир. Мы должны менять экономические модели страны. У нас отношение к экономике как в советском периоде. А раньше, чтобы стать миллиардером, у тебя должны быть банки, имущества, судостроения, нефтальные скважины. Сейчас достаточно сотовый телефон, компьютерный программ, чтобы стать миллиардером или миллионером. Поэтому стоило бы сегодня быстро реформировать профтехучилищ. У нас 119 профтехучилищ. Из них 19 это на балансе государственных ведомств, предприятий и так далее. 100 подчинается агентству по профтехучилищам. Два параметра. Они с бюджета ежегодно получают миллиард 600 миллионов сомов. И мы выделим эти деньги на содержание. Параллельно есть частная IT-академия. Они дают бюджет 600 миллионов сомов. Одна. Да. Вот возьмите, и у них даже зданий нет. Они виртуальным режимом обучают. IT-технологии, английский язык, новую программу. И из них 95% трудоустроенные работают за рубежом. Находятся здесь, заказы принимают там. Минимальная заработная плата 300 тысяч сомов. Максимум там 200 тысяч сомов. А в наших профтехучилищах, ну они должны оставаться по очень необходимым специальностям. Посвящаемость 12%. На учебу приходит 12-16%. Была депутатская комиссия. Они проехали по Чуйской области, город Бешкек и Секульской области. И день уроков, день занятий, переходит только от 100 примерно 90 человек. Потому что преподаватели, директоры училищ получают заработные платы за 100 человек. Им мы выделяем стипендии, за питание платим. То есть просто грабим бюджетные деньги. А стоило бы, как в Белоруссии, как в Узбекистане сейчас идет реформа профтехучилища. Потому что это мобильная структура. У них есть хорошая база, у них есть здания, преподаватели. Или, вот я на сейсе сказал, Кургастан обучает 13 тысяч иностранных студентов. В основном это по специальности медицины, стоматологии, из Пакистана, из Индии. Чтобы их обучать, у нас создали несколько вузов. Это то, что в интернете пишет, здание ВМ находится. Где ректором является Тенишев. В прошлом году открыл Соломбеков. Также университет МУК. Эти же дают году 30 миллионов долларов. Для Кыргызстана. Вот представьте, с культурой мы получили 2 миллиона долларов. А столько скандалов, коррупции. С индусами есть такой проект. В прошлом году, во время визита премьер-министра Индии, приезжал известный их миллионер. Он хочет сам здесь построить, открыть студентский городок, ищет земельный участок. И обучает в году 60 тысяч у студентов. Это примерно инвестиции для Кыргызстана 250-300 миллионов долларов. Вот это будущее Кыргызстана. Они будут платить за обучение, они будут платить за проживание, они будут платить за весь сервис. Тем более, это рядом. Почему из Индии, из Пакистана, они находятся рядом. Оттуда час 40, на два часа полета. Почему индийские студенты летом во время каникулы не уезжают с Бишкека? Потому что там жара от 40 до 60 градусов. И по качеству продукции здесь лучше. Как бы ни критиковали, в Бишкеке антисанитарии нет, которые есть в Индии или Пакистане. Потом Бенгладеш. Это огромный рынок же. 170 миллионов населения. Пакистан 300 миллионов населения. Индия 300 миллионов населения. Вместе 1 миллиард 700 миллионов населения. Давайте будем развивать образовательный туризм. Давайте создадим самые необходимые условия. Что просит студент из Индии? Преподавание на английском языке. Заодно будет подниматься интеллектуальный уровень наших преподавателей. Индийская кухня. Это разве сложный вопрос? И вопрос безопасности общежития. Они хотят совместно проживать. А сколько пансионатов пустуют на Секуле? Пустуют? Пустуют. Круглый год уже открыли частный колледж на английском языке в Шелпанате. Они же летом уезжают. Это же огромные пансионаты. Мы могли бы с сентября месяца до июня месяца сдать в аренду этим учебным заведением. Многие студенты из Индии и Пакистана не до конца учатся в Бишкеке. Они переводятся куда-нибудь в европейские вузы после 2-3 курса. Мы так-то становимся как бы переволочной базой. Это процентов 5-10, потому что я преподавал в Славянском университете, и их хорошо знаю. Готовы были приехать студенты из Китая, чтобы обучать русский язык. В Славянском есть курсы, они приезжали небольшими потоками, потому что, во-первых, в России это очень дорого, кажется. Адаптироваться в Кыргызстане это легче, потому что мы азиаты, рядом Китай. А потом переезжают в Россию, чтобы находить работу. Но вот эти все идеи, они же и без коронавируса можно было бы делать, осуществлять. Просто в данный момент какой-то такой толчок. Отдельные законопроекты до коронавируса нам и были разработаны, но это лежали в папках правительства, где-то в парламенте. Но любая реформа мировой истории начинается после большого кризиса. Депрессия в Америке это породила Рузвельта. Депрессия в Германии это вывела на политическую арену Людвига Эрхарта. Поэтому мы должны извлечь уроки, консолидироваться, чтобы примерно рост в экономике составлял 7-8%. Для нас есть только две пути. Первый путь это строительство дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан, дальше выходом в Персидский залив. Железные дороги. Да, да, да. Но это пока маловероятно. Уже ближайшие пять лет не будет строиться, потому что мир переживает кризис. Второй путь, только реформа. Вот дай бог, когда закончится этот кризисный период, после кризиса, первым из кризиса начнется рост Грузии. Потому что страна стала мобильнее, уже экономика реформирована и управляемая. Они, going business, занимают восьмое место в мире. По реформированию структуры правоохранительных органов Грузия занимает первую десятку. У них имидж, система, профессионализм в структурах ЕМВД стали, как в странах Скандинавии. То есть они показали, и все-таки президенты, премьер-министры переходят, уходят. Но за последние 30-летние истории стран бывшего Союза я гениальным реформатором считаю Кахабин Дугуци. То есть незанимаемая должность президента, он даже не был премьер-министром, должность министра экономики, он сделал потрясающую реформу. Вот есть урок. И по многим параметрам мы схожи с грузинами. Я даже прочитал, в 91-м году был такой журнал, на русском языке издавали, Курьер ЮНЕСКО. И на душу населения в мире, как издаются книги. Стран бывшего Союза, Грузия в 19-м месте были, мы в 24-м месте были. То есть мы самые как бы читающие населения мира, тогда считались. И я думаю, и по сей день мы самые читающие населения Центральной Азии, я как книга-издатель знаю. И сегодня в Центральной Азии мы опережаем по развитию гражданского общества. Значит, туда оказывать давление, принимать новые законы по ограничению свободы слова, или которые могут мешать развитию гражданского общества, или гендерного равенства, не стоит. Это наше достояние. Вот запретить журналиста говорить ту или иную вещь, это почти что запретить ему рисовать картину, или петь песню. Вот наши политики должны знать и осознавать, что у человека есть главное право на жизнь, на свободу, на образование и на свободу мысли. Это такая же свобода, такая же свобода, как и свобода мысли и свобода печали. Как раз у вас в парламенте депутаты предлагают насчет контроля контента в интернете, законопроект. Я знаю, мы с Дианаром Махаем сразу выступили против. Во-первых, это нереально, этот закон не пройдет, потому что у нас сильно развитое и журналистское общество, и гражданское общество, они не допустят такого. Тем более, после сегодняшнего кризиса, во-вторых, это технически невозможно. Может, в больших странах, в сильных государствах, где есть технические средства, возможности, как Россия, это возможно. Это их не национальных интересах, может быть, надо, но это не национальных интересах нашей страны. Вот поверьте, поэтому я постараюсь своих коллег убедить, чтобы они отзывали свои законопроекты. И сразу это вызывает негативные отношения со стороны общественности. Конечно. Поэтому я буду выступать и голосовать против. Этот законопроект, манипулирование информацией, уже вынесен на общественное обсуждение, и, наверное, будут слушания, да? Да, да, да. Должны быть. Третья месяца должна быть. Должны быть. Но интернет, на то и интернет, это огромная площадка, где каждый может высказаться. Кто-то правду, кто-то неправду. А если политик считает, что он оскорблен чем-то высказыванием, Поэтому всегда я думаю, и, может быть, я созрею, надо нам внести законодательное. Кто значит публичные личности? Это депутаты, лидеры партии, может, министры, да? 150 человек. Сделать так, чтобы они не имели права подавать на журналистов. Раз ты идешь в публику, бороться от имени народа и будущего народа. Если кто-то тебе делает больно, это твой народ. А ведь ты же идешь за его будущее бороться. А оскорблять просто граждан нельзя. Это честь и достоинство, есть семья. Они имеют право подавать, если какой-то журналист или блогер высказал мнение, там, оскорбительный, не знаю. Сделать так, чтобы журналисты, там, политики не имели права подавать суд. Поэтому, может быть, это решение Министерства юстиции, что ли. Может быть, это законодательно закрепит, кто значит публичные люди в Кыргызстане. Я думаю, тогда все вопрос решится. Может быть. По вашим этим законам помощи, по оказанию помощи среднему и малому бизнесу будут слушания, да? Да, Ламинский. Мы надеемся, что 22 мая, до этого карантин, наверное, уже в более свободном режиме будем работать. Мы хотим пригласить представителей делового бизнеса, представителей малого и среднего бизнеса и гражданского общества. Косвенно эти же законопроекты будут снижать коррупцию. Я же сказал, вот это электронный формат оплаты налогов. Да, без контактов. Не существенно, но скажется. И по легализации экономики, по амнистии капиталов, по борьбе с тиновой экономикой. В будущем, если хотя бы 80%, я думаю, в этом году будут приняты, отдельные законопроекты будут работать с 1 января. Если по двум законопроектам спорные моменты, придется убеждать правительство, общественность, мы хотим снизить социальные налоги. Сейчас 26-27%, а будет там фонд страхования, фонд то, что мы платим профсоюзам, это будет внутри, только два вида налога. Работодатель платит 10%, работник просит 10%. Самый упрошенный 20%. Да, да, да. И по налогам мы хотим НДС, это самый большой налог, упростить. Объединив НДС, налог с прибыли и с розницы, один налог, налог с вуручки. С вуручки. Тогда упрошенная система будет. Иногда у правительства, не только у нас в мире, высокие налоги, как бы это высокая собираемость. Совсем не так. После того, как Грузии снизили налоги до 12% с 20%, собираемость налогов подняли в 4 раза. А в самой бедной стране мира, в Бенгаладеши, это самая нищая страна была, лет 10 тому назад, они занимали по росту экономики в мире на ВВП душонаселения, 153-е место в мире занимали. ВВП на душу населения примерно 380-400 долларов. Сегодня, через 10 лет, 1700. Они опередили нас на 500 долларов. Хотя там 37% населения безграмотные. Они подняли страну, за что текстные промышленности, полную свободу дали, борьбу с бедностью, по малым и средним кредитам и упростили налоговую систему. Они налоги с 37% снизили до 20%, а собираемость в разы подняли. Поэтому мы должны упросить, тем более у нас малая гибкая экономика. Вы сами по образованию журналист. Почему пришлось заняться экономикой? Все журналисты интересуются экономикой, международной политикой, историей. Все журналисты Кыргызстана и в мире, наверное, они разносторонные. Я тоже недавно один блогер задает вопрос. Нарала Самбаев, он с газеты Ордо. Вы же журналисты, говорят. А как можете убедить людей, что можно в Кыргызстане провести такие же реформы, как Грузия? Потом я начал интересоваться. Четыре личности, для меня это выдающиеся личности, были реформаторами. Егор Гайдар всего лишь работал зав. отделом экономики и газеты «Правда». Стал премьер-министром. И за последние 30 лет такого премьер-министра, интеллектуальной мощи, конечно, у него не было. Вот им задали вопрос. Последний, поздний, задают вопрос. За что вы жалеете в жизни? Он говорит, у меня не было ораторского таланта. Егор Гайдар – журналист. Пашинян, журналист. То, что сегодня делает армейная реформа, они давно уже определили нас. И третий, сегодня реформы делает Исландия, женщина. Лет 10 тому назад она всего лишь работала корреспондентом, радиожурналистом работала. И я большим симпатием отношусь. Он приезжал к нам, мы с ними встречались в Монголии. Бывший президент Монголии, он сам военный журналист. Он за два срока добился, чтобы Монголия вошла в первые 20 развивающих стран мира. У них рост, как думал президентом, ежегодный составлял от 7 до 13%. То есть журналисты не только умеют говорить в публике, или писать хорошие статьи, или делают анализы. Но Ли Куяньо, он тоже начал работу журналистом. Черчилл же был военным корреспондентом. Евгений Примаков. Евгений Примаков, востоковед, журналист. Корреспондентом правды. На то пошла. Лейлин тоже себя считал журналистом. Поэтому журналисты это профессор универсальная. Чингизайдмотов был. Журналисты с Афкором газеты. С Афкором. Трудаконусуалиев был. О, правильно. Главным редактором Совета Кыргызстана. Да. Хадрикул Вимиркулов тоже. Журналистом. Корреспондентом АПН был. Да, да, да. В общем, много в Кыргызстане тоже журналистов. Настало время журналистам проявить свою профессиональную солидарность и как готовы были реформы. Кто автор вот этих пакетов законов? Главные действующие лица, где это примерно 10-12 человек. Ну, нам нужны единомышленники, нам нужны сторонники. И что интересно, ни один депутат не отказывался подписывать вот эти законопроекты. Я им объясняю вкратце, таблицу показываю. Вот эти законопроекты, вот такие эффекты даст. Все говорят, давайте подпишемся. Около 40 депутатов. Ну, я хотел бы сказать особое спасибо нашим экспертам во главе с Талавичем Кочумановым, известным экономистам. Там есть очень толковые ребята, как Джокунов, Емила Санов, Акенеев. Я особо хотел бы видеть Андрей Красников по социальным налогам и по упрощению налоговой системы. У нас есть такие же специалисты, если не выше, как Грузии, которые готовы реформам. И посмотрите, интернет-пространство, у нас есть сильное экспертное сообщество именно по экономистым вопросам. Многие из них заканчивали высшие учебные заведения за ребежем. Может быть, Элиаси, может быть, американские вузы. Вот 2-3 года стажа работают в госслужбах, они спокойно, может быть, заняты постминистра, замминистра, делать реформу. И вот если правительство сегодня нужны деньги, вот с 1 сентября продайте, пожалуйста, торговый центр «Весна». Это как второй сумм. Зачем правительство заниматься торговлей? А он государственным, да, на балансе? Да, после судебных тяжеб бывшим депутатом Тулеевым, впервые в нашей истории, это было национализировано. Не знаю, были ли какие-то убедительные основания, не знаю. Но уже 5 лет на собственности государства... Караван. Да, 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 вот это имею в виду. А, караван. Да, переименовали «Караван». Караван переименовали в «Весна». Гостиницы «Секуль». Сколько лет она... Десятки гостиниц. Аврора вам нужна? На собственности государства. Вот рядом Карвен. Частное собственность. Как оно развивается? Или там есть такие же пансионаты. А то, что у государства разваливается. А где у нас закон или где логика, что у государства должен быть пансионат? Это же при этом частное бизнесе. Там самая лучшая местность Аврора. Самые лучшие инженерные подключения. Продайте. Вот завтра минимум 50 миллионов долларов будет. А хозяин еще будет развивать. Сейчас идет на левую коррупцию. У нас уже время. Подходит к концу. Но, в принципе, Тетчер именно этим занималась. Маргарет Тетчер. В Великобритании. Она разделена на два параметра. Где дает для государства прибыльный, рентабельный, оставить у государства. Убудочный пускать на приватизацию. У нас сегодня 156 господприятий. Из них каждая шестая только дает прибыльный, рентабельный. И то там, если это было бы начальство собственности, были бы новые рабочие места, налоговые поступления. Государство в функции писать законы, реализовать законы, безопасность и суверенитет. Остальные мы должны передать частному бизнесу. Вот в мире назовите хотя бы одну государственную, самую развитую автомобильную компанию. Все же частные. Тойота, Мерседес, все же частные. Вольва, все же частные. Государственный был Жигули, обанкротился который. Поэтому 70 лет соперничества между капитализмом и социализмом, это было состязание между государственной собственностью и частной собственностью. Частная собственность выиграла. И дай бог за последние 10 лет мы укрепили частную собственность. Теперь мы должны выйти на другой уровень, на дальнейшую либерализацию экономики и передать огромную свободу частной собственности. Спасибо вам большое. У нас в гостях был депутат Юрко Генеша Ханвек Емманулеев, который сейчас вместе с другими депутатами готовит пакеты законов для помощи среднему и малому бизнесу после этой пандемии. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.